Своих сотрудников признали как минимум спорными. Конечно, извиняюсь за данный факт, но просто сейчас, чтобы понимать стоимость компенсации и какие-то затраты, которые причинили, то есть это должна быть какая-то экспертиза, ну и, соответственно, в судебном порядке будет решаться вопрос. Виновные люди будут, соответственно, наказаны. Опытом судебных разбирательств с жилищником может поделиться Анна Серегина. По вине коммунальщиков она лишилась Ягуара. Элитная иномарка не выдержала упавших ледяных глыб с крыши, которую просто не чистили. Судебное заседание мы выиграли. Уже вынесено судебное решение. Оно вступило в законную силу. И со дня на день я жду исполнительный лист. Заскали мы стоимость автомобиля, стоимость морального ущерба в районе трех миллионов. Вывод, казалось бы, прост. Не ставить машину вплотную к домам. Но все предусмотреть невозможно. В Екатеринбурге, например, на одном из оживленных перекрестков под мостом прорвало водопровод. Автомобили застряли посреди большого озера. Аварийные службы появились не сразу. Вода успела превратиться в лед. В похожей ситуации в подмосковном Жуковском коммунальщики решили вызволить машину из гигантской лужи, не дожидаясь хозяина. Получилось не очень. Такие дела имеют очень хорошую перспективу. Порядка 80-85% дел, такого рода дел, когда наносится ущерб коммунальными службами, дорожными службами, когда прорываются трубы, когда летит снег с крыш домов, они разрешаются в пользу потребителей. Суду потребуются свидетели, записи камер наблюдения или фотографии и экспертизы с точной суммой нанесенного ущерба. А пострадавшим терпение. Виновники, как правило, до последнего не признают свои ошибки и делают все, чтобы не платить. Владимир Стариков, Александр Кучеровский, Виктор Щербаков, Олег Добин и Ксения Узунова. Вести. Итак, в Москве оттепель. Предельно осторожными нужно быть и автомобилистам, и пешеходам. В течение дня возможен мокрый снег с дождем. Сейчас за окном слабый плюс. Выпавший за ночь снег постепенно тает. Но пока, по данным Мосводостока, серьезных подтоплений в городе не произошло. Тем не менее, в городе дежурят сотни аварийных бригад под контролем коммунальщиков.